Девушки отдыхают Несколько симптомов, предвестников того, что Илья теряет перспективу И первое, о чем можно сказать, это страх перед людьми В 18 главе 3 книги царств мы читаем о том, как он одержал великую победу А в 19 мы читаем о том, как он убегает, убегает от человека Убегает от страха перед Изавелью Изавель женщина, которая угрожала Илии, которая послала ему сказать Пусть то и то сделают мне Боги и еще больше сделают Если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душой каждого из них Изавель в бешенстве, она желает погубить Илию И в 3 стихе мы читаем, что Илия испугался за свою жизнь Это не был страх перед Богом Это был страх за свою жизнь Он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою от Изавели Страшной женщины Я думаю, сейчас никто из родителей не назовет дочку Изавель Потому что это имя олицетворяет зло Итак, страх перед людьми Когда мы начинаем бояться людей, мы теряем перспективу Мы перестаем видеть все Божьими глазами, когда боимся людей Уныние, потеря мужества Когда мы теряем надежду Когда очень сильно расстраиваемся И уже нет сил идти вперед И похожая ситуация у Илии Он вопиет горе мне Он ложится на землю и не желает идти вперед Он потерял надежду Нет будущего Таким мы видим Илию Уныние Это еще один симптом, который свидетельствует о потере перспективы И в моей жизни это было не раз Для чего все это? Я увещеваю людей, жертвую временем, и все напрасно Лишь немногие становятся верными А многие забывают То, к чему они призваны И далее синдром мученика И Илия себя таким считает Он говорит, горе мне Я мученик И вот посмотрите фраза, которая повторяется здесь В стихе 10 Возревновал я о Господе Боге Саваофе Я всего себя отдал на дело служения Но сыны Израилевы оставили завет твой Разрушили твои жертвники И пророков твоих убили мечом Остался я один Но и моей души ищут, чтобы отнять ее Какая польза от всего этого? Они пытаются убить меня Позволит ли Бог сделать это со своим пророком? Неужели таково намерение Бога? Я так не думаю Если мы почитаем далее Третью книгу царств То мы увидим Что совсем не это запланировал Бог в жизни Илии Смерть Илии не входила в планы Бога Более того, совсем наоборот Бог намеревался забрать его на небо живым Небесной колеснице Он и Енох из книги Бытие Это два человека, которые не пережили смерть Ибо были восхищены на небо живыми Синдром мученика Это все симптомы Признаки того, что мы теряем перспективу Они замышляют что-то против меня И даже речь может идти не об убийстве Вы можете думать, что все против меня Все сговорились против меня Тогда, без сомнения, вы теряете перспективу Но давайте перейдем от симптомов к причинам До этого мы говорили с вами лишь о симптомах Страх перед людьми Уныние Синдром мученика Когда вы думаете, что все против вас Если так, то, возможно, вы утратили перспективу И не видите все так, как видит это Бог Но это все симптомы У него были такие же чувства Эмоции Как и у нас Несмотря на то, что Бог столько совершил через него Такие невероятные чудеса И имя Илии в Новом Завете упоминается 27 раз Его вспоминают за те чудеса За то могущество, которое было через него явлено Но Илия не был настолько духовен, чтобы преодолеть влияние голода и бессонницы на характер своих суждений Кто-то, быть может, думает, что он такой духовный И говорит, что он выше потребности в еде или во сне Что он может не есть Что он может без многого обходиться Скажем, без друзей Я настолько близок к Богу, что все это земное мне не нужно Как еда и все остальное Что ж, если Илия во всем этом нуждался, то и другие люди тоже Даже Иисус нуждался в удовлетворении основных потребностей Поэтому причина, быть может, лишь в том, что вы забыли о себе Отказались от того, что вам на самом деле нужно Может, нужно просто выспаться Как студенту, который ночами готовился к экзамену И он учил практически без перерыва И настолько устал от всего этого, что думает Зачем все это? Для чего такие жертвы? Или, скажем, человек отказывается от еды А затем настолько ослабевают, что теряют перспективу И порой причина того, что мы теряем перспективу Достаточно проста Нужно хорошее питание, хороший сон, здоровый отдых И мы видим, что именно это Бог дал Илии Ангел принес ему еду Ему позволено выспаться В уединении Пренебрежение основными потребностями Может привести к тому, что мы теряем перспективу Но есть и другая причина Смещение фокуса с Бога на себя Я вновь к этому возвращаюсь Потому что это важно Потому что мы можем чрезмерно погрузиться в свои нужды Вот если внимательно посмотреть на эти две главы Восемнадцатую и девятнадцатую Третьей книги царств То мы видим, что в восемнадцатой главе Фокус на Боге Все внимание на Бога И Он являет свое могущество Лишь несколько раз мы встречаем слово «Я» Которое относится к Илии Но в девятнадцатой главе все иначе Много раз Илия выпьет «Я» Я возревновал о Господе Саваофе Я сделал это С меня уже достаточно Моей души ищут Я не лучше отцов моих Вновь и вновь мы видим ударение на «Я» На себя И мы теряем перспективу Когда начинаем говорить лишь о себе О своих нуждах И на них зацикливаемся Все начинает вращаться вокруг нас Или скатывается с размышления О Боге Всемогущем До бедного меня И это предупреждение для каждого из нас И это может начаться с того, что мы начинаем хвалиться Тем, что мы сделали Или даже Бог совершил через нас Но потом За этим самовозвышением Следует уныние Разочарование Потому что сила Божья И Слово Его Оказываются в пренебрежении Что ж, затем нам нужно перейти От причин к лечению Что нужно Или Чтобы ему стало лучше Во-первых, удовлетворение Его потребностей Пища и сон Он спит Просыпается Затем опять спит Затем уединение И это очень важно Уединиться от толпы Толпа может иссушить нас И Иисус прекрасно это понимал Мы видим Что Он находил время для того Чтобы побыть одному Без учеников Без толпы, которая следовала за Ним И мы завтра подробнее об этом поговорим Уединение Когда ты один на один с Богом Всемогущим Уединение Мы не можем всегда быть с людьми И даже если вы живете В густонаселенном городе Вы можете найти место Как Иисус учил Ты же, когда молишься Войди в комнату твою И затвори дверь Уединение И или Позволено побыть одному Он оказался в безлюдной местности Вдали от людей Порой нам нужно быть рядом с людьми Но иногда нам нужно остаться наедине Образовательный ресурс Видеосеминарии Святой Троицы Это ваши пожертвования Мудро вложенные в христианское образование Поддержите наш проект Молитвой и финансами Информацию о чем молиться И как пожертвовать Вы можете найти на сайте tvseminari.com А затем пришло слово от Господа И это очень важно Слово от Бога очень нужно Чтобы вернуть нам правильную перспективу Чтобы посмотреть на мир Божьими глазами Слово Божие, которое утешает И вот заметьте, что мы прочитали здесь в тексте Землетрясение Но не в землетрясении Бог И даже Он не в огне И не в сильном шуме Он Не в падающих камнях И опять же, не в пламени огня После огня было тихое дуновение ветра Слово Божье может принимать разные формы Мы можем приблизиться к Богу Посредством какого-то чуда О котором мы читаем в Писании Или даже Бог решит, совершит чудо В нашей собственной жизни Чудо Он может привлечь наше внимание Подобно тому, как привлек внимание Моисея через горящий куст Это может быть молния Или что-либо еще То, что может нас даже напугать Но здесь Слово Божье Тихое дуновение ветра Достаточно ли мы успокаиваемся Чтобы услышать это дуновение Бога С каким темпом мы читаем Библию? Пособны ли мы услышать то, что Он говорит нам? Потому что это Слово написано Не только для тех персонажей Илии, Илисея Или пророка Ваала Или кому бы там ни было Все это написано для нас И для нашего блага Читаем ли мы достаточно медленно Внимательно ли мы к тому, что Бог говорит нам Через Своё Слово Легкое дуновение Читаем ли мы так, чтобы услышать То, что Он скажет нам И порой нам может казаться непонятным То, что Он говорит нам Но это то Слово, которое утешает Сам тот факт, что Бог проговорил Что небеса разверзлись И Бог обратился к нам И это Слово возрождает Возрождает мою душу Мою жизнь Бог проговорил И это Слово наставление Бог говорит к Иллии В 15 стихе Пойди обратно Твоею дорогою Через пустыню в Дамаск И когда придешь То помашь Азаила В царя над Сирией А Иуя Сына Намесина Помашь в царя над Израилем Елисей же Сына Сафатова Из Авел Михолы Помашь в пророка Вместо себя Эти люди продолжат Твое дело Новое направление Бог задает новую цель Кто убежит от меча Азаилова Того умертвит Иуй А кто спасется от меча Иуева Того умертвит Елисей Впрочем, я оставил между израильтянами Семь тысяч мужей Мы сейчас здесь остановимся пока Это то Слово, которое утешает Но Божье Слово Также дает нам и новую цель И наступает такой момент В жизни человека Когда он должен осознать Что все уже не ради него А ради тех людей Которые останутся после него Это очень важно Это называется наставничество Когда мы переводим свой взгляд Самих себя на других На их дары Помогая взрастить Новое поколение Божьих служителей И именно это здесь и происходит Или твои дни сочтены И сейчас ты должен Помазать на служение других И моя сила Которой я наделил тебя Теперь приумножится И через многих людей Совершит великие дела Тех людей Которые пойдут после тебя И так же Божье Слово Исправляет Да, даже Илия Нуждается в слове Исправление Потому что Илия Говорил то Что не соответствует Действительности И это было плохо Он утратил перспективу Послушайте, что он говорит Остался я один Никого больше нет И Бог исправляет его И говорит Впрочем, 18 стих Я ставил Между израильтянами Семь тысяч мужей Всех сих коленей Не преклонялись предвалом И всех сих уста Не лобызали его Ты думаешь, ты один? Думаешь, больше никого нет? Есть еще семь тысяч мужей Ты не один Ты говоришь неправду Ибо ты утратил Правильную перспективу Ты уже неадекватно Оцениваешь Действительность Случалось ли с вами такое? Задумайтесь Были ли вы настолько огорчены Что уже не могли Вместить истину И начинали верить лжи И думали про себя Что все против вас Именно это здесь происходит Духовный служитель И он потерял перспективу Утратил Божий взгляд К сожалению, это происходит И с самыми лучшими Божьими служителями В какой-то момент их жизни Ищите нас в поисковых системах По запросу ТВ-семинария Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok